Не хочу я, подобно Костомарову, Серым волком рыскать по земле, Ни, подобно Соловьеву, Шизом-Орлом ширять под облако, Ни, подобно Пыпину, Растекаться мыслью по древу. Но хочу ущекотать Прелюбезных мне глуповцев, Показать миру их славные дела И придобрить тот корень, От которого знаменитое сие древо Произосло, и ветвями своими Всю землю покрыло. Так начинает свой рассказ летописец. И затем, сказав несколько слов, По хвалу своей скромности, продолжает. Был, говорит он, в древности народ, Голова тяпами именуемый, И жил он далеко на севере, Там, где греческие и римские историки И географы предполагали существование Гиперборейского моря. Голова тяпами же прозывались эти люди От того, что имели привычку Тяпать головами обо всем, Чтобы не встретилось им на пути. Стена попадется, а в стену тяпают, Богу молиться начнут, А пол тяпают. По соседству с головотяпами Жило множество независимых племен. Но только замечательнейшие из них Поименованы летописцем. А именно, Моржееды, лукоеды, гущееды, Клюковники, куролесы, Вертячие бобы, Лягушечники, лапотники, Чернонёбы, долбёжники, Проломленные головы, Слебороды, губошлёпы, Вислоухи, кособрюхи, Ряпучники, заугольники, Крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, Ни образа правления Эти племена не имели, Заменяя всё сие тем, Что постоянно враждовали между собой. Заключали союзы, Объявляли войны, Мирились, Клялись друг другу в дружбе и верности. А когда же лгали, То прибавляли, Да будет мне стыдно. А были наперёд уверены, Что стыд глаза не выезд. Таким образом, Взаимно разорили они все свои земли, Взаимно надругались Над своими жёнами и девами. И в то же время, Гордились тем, Что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, Что ободрали на лепёшку Кору с последней сосны, Когда не стало ни жён, Ни дев, И нечем было Лицкой завод продолжать, Тогда головотяпы Первые взялись за ум. Поняли, Что кому-нибудь, Да надо вверх взять. И послали сказать соседям, Будем, мол, Друг с дружкой До тех пор головами тяпаться, Пока кто кого перетяпает. Хитро это не сделали, Говорит летописец. Знали, что головы на плечах У них растут крепкие. Ну вот и предложили. И действительно, Как только простодушные соседи Согласились на коварное предложение, Так сейчас же головотяпа Их всех с божьей помощью И перетяпали. Первые уступили слебороды И рукосуи. Больше других держались Гущиеды, Репучники И кособрюхи. Чтобы одолеть последних, Вынуждены были даже Прибегнуть к хитрости. А именно, В день битвы, Когда обе стороны Встали друг против друга Стеной, Головотяпы, Неуверенные В успешном исходе Прибегли к колдовству. Пустили на кособрюхих Солнышко. Солнышко-то Само по себе Стояло высоко, Что должно было Светить кособрюхим В глаза. Но голова Тяпы, Чтобы придать Этому делу Вид колдовства, Стали махать В сторону Кособрюхих С шапками. Вот, дескать, Мы каковы И солнышко Заодно с нами. Однако, Кособрюхи Не сразу испугались, А сначала Тоже догадались. Высыпали из мешков Толокно И стали ловить Солнышко мешками. Но изловить-то И не изловили. И только тогда, Увидев, Что правда Не на стороне Головотяпов, Принесли Повинную. Собрав Воединок Куролесов, Гущиедов И прочие племена, Головотяпы Начали устраиваться Изнутри. С очевидной целью Добиться Какого-нибудь Порядка. История Этого устройства Литописец Подробно Не излагает, А приводит Из нее Лишь Отдельные Эпизоды. Началось С того, Что Волгу Толокном Замесили, Потом Теленку На баню Тащили, Потом В кошеле Кашу Варили, А потом Козла В соложеном Тесте Утопили, Потом Свинью За бобра Купили, Да собаку За волка Убили, А потом Лапти Растеряли, Да по дворам Искали, Было лаптей Шесть, А нашли Семь, Потом Рака С колокольным Звоном Встречали, Потом Щуку С яиц Согнали, Потом Комара За восемь Верст Ловить Ходили, А комар У пашихонца На носу Сидел, А потом Батьку На кобеля Променяли, А потом Блинами Острок Конопатили, А потом Блоху На цепь Приковали, Ждать, Что же Из этого Выйдет, Но Из этого Не вышло, Щука Опять На яйца Села, Блины, Которые Острок Конопатили, Арестанты Съели, Кошели, В которых Каши варили, Сгорели Вместе С кашей, А рознь До галдения Пошли Пуще Прежнего, Опять Стали Взаимно Друг у друга Земли Разорять, Жен В плен Уводить, Над девами Ругаться, Нет Порядку Да и Головами Тяпаться, Но И тут Ничего Не Доспели, Тогда Надумали Искать Себе Князя, Он Нам Мигом Все Предоставит, Говорил Старец Добромыслов, Он И Солдатов У нас Наделает, И Острок Какой Следует Выстроит, Ай, Да Ребята, Искали, Искали Они Князя, И чуть В трех Цокстах Не Заблудилися, Да Спасибо, Случился Тут Пашихонец Слепород, Который Эти Три Сосны Как Свои Пять Пальцев Знал, Он Вывел На Горную Дорогу И Привел Прямо Князя Во Двор, Кто Вы Такие И Зачем Ко Мне Пожаловали Вопросил Князь Поданных Посланных Мы Головотяпы Нет Нас На Свете Народа Мудрее И Храбрее Мы Даже Коса Брюхих И Тех Шапками Закидали Хвастали Головотяпы А Что Вы Еще Сделали Да Вот Комара За Семь Вер Словили Начали Было Головотяпы И Вдруг Им Сделалось Так Смешно Так Смешно Посмотрели Друг На Друг И Прыснули А Ведь Это Ты Петра Комарата Ловить Ходил Осмехался Ивашка А Ты Не Не Я Он У Тебя На Носу И Сидел Тогда Князь Видя Что Они Здесь Перед Его Лицом Своей Розни Не Покидают Сильно Распалился И Начал Учить Их Жезлом Глупые Вы Глупые Сказал Он Не Головотяпами Следует Вам По делам Вашим Называться А Глуповцами Не Хочу Я Володеть Глупыми А Ищите Такого Князя Которого Нет На Свете Глупее Вот Тот И Будет Володеть Вами Сказавший Это И еще Маленько Поучил Жезлом И Отослал Головотяпов От себя Счастью За Что Он Нас Раскостил Говорили Они Головотяпы Мы К нему Всей Душой А Он Послал Нас Искать Князя Глупого Но В то же Время Выискались И Другие Которые Ничего Обидного В словах Князя Не Видели Что Ж Возражали Одни Нам Глупый Князь Пожалуй Еще Лучше Будет Сейчас Моему Ковришку В руки Жуй А Нас Не Замай И То Правда Согласились Прочие Воротились Добрые Молодцы Домой Но Сначала Решили Опять Попробовать Устроиться Сами Собой Петуха На канате Кормили Чтоб не Убежал Башку Съели Однако Толку Не было Думали Думали И пошли Искать Глупого Князя Шли По ровному Месту Три года И три дня И все Никуда Прийти Не смогли Наконец Дошли До болота Видят Сидит На кровью Болота Чухломец Рукосуй Рукавицы Торчат За поясом А он Другие Ищет Не знаешь Ли Любезный Рукосу Где бы Нам Такого Князя Сыскать Чтобы Не было Его На свете Глупее Замолились Головотя Знаю Есть Такой Отвечал Рукосуй Вот Идите Прямо Через Болото Вот Как Растут Бросились Они Все Разом В болото И Больше Половины Их Наконец Вылезли Из трясины И видят На другом Краю Болотины Прямо Перед Ними Сидит Сам Князь Да Глупый Приклупый Сидит И ест Пряники Писанные Обрадовались Головотяпы Вот Так Князь Лучшего Тей Пожелать Не надо То Так Зачем Ко мне Пожаловали Молвил Князь Жуя Пряники Мы Головотяпы Нет Нас Народа Мудрее И Храбрее Мы Гусиедов И тех Победили Хвастались Головотяпы Ну а Что Вы еще Сделали Мы Щуку Сидит Согнали Мы Волгу Толокном Замесили Начали Было Перечислять Головотяпы Но Князь Не захотел Слушать Их Уж На что Я Глуп Сказал Он А Вы еще Глупее Меня Разве Щук Сидит На Яйцах Или Можно Разве Вольную Реку Толокном Месить Нет Не Головотяпами Следует Вам Называться Глуповцами Не Хочу Я Володеть Вами А Ищите Вы себе Такого Князя Которого Нет На Свете Глупее Вот Тот И Будет Володеть Вами И Наказав Жезлом Отпустил Счастье Задумались Головотяпы Надул Курицын Сын Рукосуй Сказывал Мол Нет Этого Князя Глупее А он Какой Умный Однако Воротились Домой И Опять Стали Сами Собой Устраиваться Под Дождем Оночь Сушили На Сосну Москву Смотреть Лазили И Все Как Нет Порядку Так И Нет Тогда Надоумил Всех Петр Комар Есть У меня Сказал Он Друг Приятель По Прозванию Вор Наватор Уж Если Экая Выжига Князя Не Сыщет Так Рубите С плеч Мою Голову Бесталанную С Таким Убеждением Высказал Он Все Это Что Головотяпы Послушались И Призвали Наватора Вора Долго Он Торговался С ними Просил За розы Скал Тын Да Деньгу Головотяпы Давали Грош До Животы Своей В придачу Наконец Однако Кое Как Сладили И Пошли Искать Князя Ты Нам Такого Ищи И повел Их Вор Наватор Сначала Все Ельничком Да Березничком А потом Чащий Дремучий А потом Перелесочком Да и Вывел Прямо На поляночку А посередь Той Поляночке Князь Сидит Как Взглянули Головотяпы На князя Так и Умерли Сидит Это Перед Ними Князь Да Умный Преумный В ружьецо Попаливает Да Сабелькой Помахивает Что Не Выпалит Из ружьеца То Сердце Насквозь Прострелит Что Не Махнет Сабелькой То Голова С плеч Долой А Вор Наватор Сделавший Такое Пакостное Дело Стоит Брюх Поглаживает Да В бороду Усмехается Ты Что С ума Что Ли Спятил Пойдет Ли Этот К нам Во сто Раз Его Глупее Были И те Они пошли Опустили Головотяпы На Наватора Вора Не Что Обладим Молвил Вор Наватор Дай Срок Я С глазу На глаз С ним Сейчас Перемолву Видят Головотяпы Что Вор Наватор Кругом На кривоях Объехал И на Попятный Уж Не смеют Это Брат Не то Что С кособрюхами Лбами Тяпаться Нет Тут Брат Ответ Подай Каков Этот Человек Какого Чина И звания Выторит Они Между собой А Вор Наватор Этим Временем Дошел До Самого Князя Снял Перед Ним Шапочку Соболиную И Стал Ему Тайные Слова На ухо Говорить Долго Не шептались А про что Не слыхать Только И почуяли Головотяпы Как Вор Наватор Говорил Драть Их Ваша Княжеская Светлость Завсегда Очень Свободна Наконец И для них Настал Черед Встать Перед Ясной Очей Его Княжеской Светлости Что Вы За люди И зачем Ко мне Пожаловали Обратился К ним Князь Мы Головотяпы Нет Нас Народа Храбрее Начали Было Головотяпы Но вдруг Смутились Слыхал Господа Головотяпы Усмехнулся Князь И таково Ласково Усмехнулся Словно Солнышко Просияло Замечает Летописец Весьма Слыхал И о том Знаю Что вы Рака С колокольным Звоном Встречали Довольно Знаю Об одном Не знаю Зачем Ко мне Пожаловали А пришли Мы К твоей Княжеской Светлости Вот что Объявить Много Мы Промеж Себя Убив Чинили Много Друг Дружки Разорений И на Другате Сделали А все Правды У нас Нет Иди И владей Нами А у кого Спрошу Вас Вы До прежде всего Из князей Братьев Моих С поклоном Бывали А были Мы У одного Князя Глупого Да у Другого Князя Глупого И те Володеть Нами Не захотели Ладно Володеть Вами Идти к вам Жить Не Не пойду Поэтому Вы Живите С звериным Обычаем С беспробного Золота Пинки снимаете С ног Портите А вот Посылаю Вам За место Себя Самого Этого Ановатора Вора Пущаем Вами Дома Правит А я Отсель И им И вами Помыкать Буду Понурили Головотяпы Головы И сказали Так И будете Вы платить Мне Дани Многие Продолжил Князь У кого Овца Ярку Принесет Овцу На меня Отпиши А ярку Себе Оставь У кого Грош Случится Тот Разломи Его На четверо Одну Часть Отдай Мне Другую Отдай Мне Третью Опять Мне А четвертую Себе Оставь А когда Пойду На войну Вот Вы Идите А до Прочего Вам Вообще Никакого Дела Нет Так Отвечали Головотяпы И тех Из вас Которым Ни до Чего Дела Нет Я буду Миловать А прочих Всех Казнить Так Отвечали Головотяпы А как Не умели Вы жить На своей Воле И сами Глупые Пожелали Себе Кабалы То Называться Вам Впредь Не Головотяпами А Глуповцами Так Отвечали Головотяпы Затем Приказал Князь Обнести Послов Водкою Да Дарить По Пирогу Да По Платку Алому И Обложив Данями Многими Отпустил Их От себя С честью Шли Головотяпы Домой И Воздыхали Воздыхали Неослабеючи Вопияли Сильно Свидетельствует Литописец Вот Она Княжеская Правда Какова Говорили Они И еще Говорили Такали Мы Такали Да И Протакали Один Жизни Взяв Гусли Запел Не Шуми Мать И Зелена Добравушка Не Мешай Доброму Молодцу Дум Дум Как За Утром Недоброму Молодцу На Допрос И Перед Грозного Судьей Самого Царя Чем Зато Тебя Детин Детин Пожалуй Среди Поля Хоромами Высокими Что Двумя Столбами С Перекладинами Тут Все Поленицы Зарыдали Но Драма Уже Свершилась Бесповоротно Прибывши Домой Головотяпы Немедленно Выбрали Болотину Изложив На ней Город Назвали Глуповым А себя По тому Городу Глуповцами Так и Процвела Сия Древняя Отрасль Прибавляет Литописец Но Вору Наватору Эта покорность Была Не по нраву Ему Нужны Были Бунты Ибо Усмирением Их Он Надеялся И милость Князя Себе Сыскать И собрать Хабару С бунтующих И начал Он Донимать Глуповцев Всякими Неправдами И действительно Не в долгом Времени Вожжог Бунты Сбунтовались Сперва Заугольники А потом Сычузники Вор Наватор Ходил на них С пульсочным Снарядом Палил Неослабляючи И перепалив Всех Заключил Мир То есть У заугольников Ел полтусину А у сычузников Сычуги И получил От князя Похвалу Великую Вскоре Однако Он до того Проворовался Что слухи Об его Несытом Воровстве Дошли Даже до князя Распалился Князь крепко И послал Неверному Князя Адаевец Тот самый Который На грош Постных Яиц Купил Но и он Догадался Что без бунтов Ему не жизнь И тоже Стал себя Донимать Поднялись Касабрюхи Калачники Соломатники Все отстаивали Старину Да права Свои Адаевец Пошел Против Бунтовщиков И тоже Начал Неославно Палить Но должно Быть Палил Зря Потому что Бунтовщики Не только Не смирялись Но увлекли За собой Чернонебых И губошлепов Услыхал Князь Бестолковую Пальбу Бестолкового Одаевца И долго Терпел Но напоследок Не стерпел Вышел Против Бунтовщиков Собственную Персону И перепалив Всех До единого Возвратился В освояльце Посылал Я сущего Вора Оказался Вор Печаловался При этом Князь Посылал Одаевца По прозванию Продай На грош Постных яиц И тот Оказался Вор Кого Пошлю Ты еще Долго Раздумывал Он Кому Из двух Кандидатов Отдать Преимущество Орловцу Ли Орол Долго Раздумывал Он Кому Кому Из двух Кандидатов Отдать Преимущество Орловцу Ли На том Основании Что орел Да Кромы Первые Воры Или Шуянину На том Основании Спал И тут Не упал Но Наконец Предпочел Орловца Потому что Он Принадлежал К древнему роду Проловленных голов Но Едва Прибыл Орловец На место Как встали Бунтом Старичане И вместо Воеводы Встретились С хлебом И солью Птуха Поехал К ним Орловец Надеясь Старица Стрелянями Полакомиться Но Нашел Что там Только Грязи Довольно Тогда Он Старицу Сжег А жены Дев Старичских Отдал Самому Себе На поругание Князь Уведав О том Урезал Ему Язык Затем Князь Еще раз Попробовал Послать Вора Попроще И в этих Соображениях Выбрал Калязинца Который Свинью За бобра Купил Но Этот Оказался Еще Пучим Вором Нежели Новатор И Орловец Взбунтовал Семи Дьяевцев Из-за Озерцев И Убив Их Сжег Тогда Князь Выпучил Глаза И Воскликнул Несть Глупости Горчая Яко Глупость И Прибыл Собственную Персону Вглупов И Возопил Запорю С Этими Словами Начались Исторические Времена